Но базу не построят, уверен доктор военных наук, военный аналитик, председатель союза геополитиков, обозреватель военно-промышленного курьера Константин Сивков. Будет, как со стеной, которую они взялись строить на границе с Россией. Выделили достаточно средств. В итоге лишь вырыли небольшую канаву, и на том все кончилось. Думаю, из базы будет то же самое. В лучшем случае построят пункт маневренного базирования. Ведь для того, чтобы создать базу, нужно построить судоремонтные предприятия, предприятия по хранению, ремонту и обслуживанию различных видов вооружения, создать причальный док, способный принимать корабли различного класса, развернуть соответствующее жилищное строительство. Вот что такое база. Крупнейшие в современной истории военные маневры проходят в Забайкалье. Восток-2018 увидел и Владимир Путин. На полигоне Цугл в Забайкалье 13 сентября прошла основная фаза учений Восток-2018. В маневрах приняли участие военные Народно-освободительные армии Китая и Монгольской армии. Учения Восток-2018 стали самыми масштабными маневрами за последние 37 лет. В них принимает участие более 300 тысяч военных и десятки тысяч единиц техники. В Забайкалье действовали около 25 тысяч военных. Главной задачей было отразить наступление условного противника, а затем перехватить инициативу и перейти в контратаку. Участвовали практически все виды войск, использовалось самое современное вооружение. Думаю, это будет просто небольшой пунктик маневренного базирования без какой-то ремонтной базы или с очень ограниченной ремонтной базой, с незначительным хранилищем боеприпасов и топлива. И все. Скорее всего, все это уже есть в Мариуполе. Потому что там порт, есть какие-никакие погрузочно-разгрузочные терминалы, какие-никакие хранилища. Думаю, они все это задействуют, а потом громко назовут базой. Ну и часть денег осядет в чьих-то карманах, как было с Великой Стеной. СП Азовское море является внутренним морем России и Украины. Есть ли юридические основы для создания там военных баз? Нет никаких оснований, препятствующих Украине построить там пункт базирования. У России ведь там тоже есть свои корабли. Так что никаких проблем нет. За ходом учений наблюдали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, а также министры и командующие иностранных государств и международные наблюдатели. Российский президент затем отправился на торжественный смотр войск. По окончании маневров войска прошли парадным строем вместе с колоннами техники. В параде, так же как и в учениях, принимали участие китайские и монгольские военные. Затем Владимир Путин вручил награды отличившимся в ходе маневров медали получили 10 человек, четверо россиян, четверо китайцев и два монгольских офицера. На полигоне Цугл в двухстах километрах от китайской границы условный противник по легенде учений окопался на сопках, заняв оборону. Задача объединенной группировки — выбить врага с позиции и развить наступление. Начало наступления — залп из более ста орудий по позициям условного противника. Он в пяти километрах отсюда. Военные называют это — огневой вал для зачистки территории, куда отправятся танки и пехота. Огненный вал военные не использовали со времен Великой Отечественной войны. На каждые сто метров фронта в одну минуту должно шесть снарядов падать. Тем самым обеспечивается возможность наступать, и противник не имеет возможности поднять голову, — поясняет командир 200-й артиллерийской бригады Юрий Юстинов. Две с половиной тысячи снарядов калибром 152 мм выпущено по позициям противника и более тысячи ракет из систем залпового огня ГРАД.